Несторонние наблюдатели. Крымский выбор и то, как Россия его поддержала, вызвало на Западе бурю эмоций. Причем, с одной стороны, скажем, канцлер Германии заговорила о санкциях в адрес России. С другой, депутаты Бундестага ее одернули, указав, что в украинском правительстве завелись фашисты. И в такой ситуации выбор Крыма вполне логичен. Последней попыткой урегулировать разногласия перед референдумом стала встреча в Лондоне министра Лаврова и госсекретаря Керри. Но пятичасовые переговоры результата не дали. Министры остались при своем. Россия продолжает настаивать, что результаты референдума обязательны к исполнению. Америка, что не признает его никогда. Мой коллега Анатолий Лазарев наблюдал за тем, как разделились мнения, что может и чего не может Крым. И какие выводы из ситуации предлагают сделать главные действующие лица мировой политики. Дорожная карта. Популярный на Западе термин. Означает план действий по достижению какой-либо цели. Очень удобный формат для потребления общественным сознанием. Дает представление о процессе, но без нюансов. А дьявол, как известно, кроется в деталях. И то, что сначала кажется прямолинейным, при ближайшем рассмотрении, таковым совсем не является. А уж куда такая кривая выведет, еще неизвестно. Так и с Украиной. До поры до времени западное общество не задавало Вашингтону, Брюсселю и Киеву неудобных вопросов. Пока не оказалось, что кривая завела в тупик. Но внятных ответов на неудобные вопросы ни у Вашингтона, ни у Брюсселя нет. Зато они есть, к примеру, у второго канала общественного немецкого телевидения. Сатирический скетч на Майдан получился одновременно и смешным, и грустным. Вы серьезно думаете, что такие важные вещи вроде революции доверяют волонтерам-любителям вроде Вас? Мы не любители. Ладно, мы тут как волонтеры. Но мы не... Волонтеры? Без денег? Мы по-другому договаривались. Расходимся. Что он сказал? Вы можете идти. Чудо! Я могу идти! Украинские события срежиссированы США, говорит ведущий шоу. И напоминает слова замглавы Госдепа Виктории Нуланд про 5 миллиардов долларов, направленных на захват власти в Киеве. Американцы инвестировали в переворот на Украине в общей сложности 5 миллиардов долларов. Да-да, это Путин так говорит. Нет, Виктория Нуланд. Посмотрите-ка, что делает в декабре на Майдане заместитель американского министра иностранных дел. Вы только посмотрите. Американка как хлебопек украинской революции. Но на своем телевидении американцы вряд ли смогут увидеть что-то подобное. Еще во времена Клинтона все независимые американские СМИ были объединены в 5 корпораций. Если они не будут соглашаться с точкой зрения правительства, они могут лишиться лицензии. К тому же ими управляют не журналисты, а профессиональные рекламщики, политические лоббисты и бывшие чиновники. Впрочем, порой сама жизнь создает такие сюжеты, которые сценаристы юмористического шоу нарочно не придумывают. Назначенного Верховной Радой премьером, Гитсунюка президент США принимает в овальном кабинете. Сдвинутые кресла, камин, теплая дружественная обстановка. Кстати, когда-то здесь Клинтон встречался со стажер Клевинский. Гость из Киева приехал в Вашингтон за военной и финансовой помощью, но получит печеньки. В буквальном смысле, Пентагон предоставит Киеву 25 тысяч солдатских сухпайков. После встречи Барак Обама говорил недолго и ничего нового не сказал. Спистолисты по языку телодвижения отметили, что глава США сидел в так называемой максимально закрытой позе. Часто складывал руки в замок, скрещенные ноги. Это может косвенно свидетельствовать о подсознательном желании отгородиться происходящего. Мы видели храбрость украинского народа, с которой он встал на защиту демократии, и с которой он отстаивает право самому определять свою судьбу. Мы видели, как обычные люди из разных частей Украины сказали, мы хотим перемен. Соединенные Штаты желают лишь того, чтобы народ Украины мог сам решать, как ему жить. Явное противоречие. Ведь президент Обаму совершенно не интересует, что думают миллионы жителей Крыма, которые тоже народ Украины. Он сразу заявил, что США не признают любые результаты референдума. На параллели с получением независимости Косово официальный Вашингтон старается не обращать внимания. Хотя об этом говорят все громче даже в самих Штатах. Здесь применяются двойные стандарты, по-другому и не скажешь. Что касается Косово и Сербии, то Косово входило в состав Сербии более тысячи лет. Но жители Косово проголосовали за независимость, и США начали войну с Сербией, чтобы обеспечить эту независимость. Косово – это особый случай. Такова официальная позиция США, в очередной раз высказанная госсекретарем Керри во время пятичасовых переговоров с главой МИД Лавровым в Лондоне. Убежден, что если Косово – это особый случай, то Крым – не менее особый случай. Это действительно случай, который не может рассматриваться изолированно от истории. Вашингтон вроде бы слушает, но как будто не слышит и не хочет даже корректировать однажды занятую позицию. Пол Робертс, работавший во времена президента Рейгана в самый разгар холодной войны сначала на Министерство финансов, а затем на Минобороны и Министерство юстиции, уверен, что Украина для Соединенных Штатов – лишь средство достижения главной цели. США хотят править миром, но им мешают три государства – Россия, Китай и Иран. И они очень постараются ослабить эти страны, чтобы гемония Вашингтона была абсолютной. Это напрямую связано с происходящим на Украине. Общеизвестно, что государственный переворот поддержали американцы, а точнее Вашингтон. Простые американцы вряд ли в курсе. И финансировал его тоже Вашингтон. А сейчас администрация Обамы закрывает глаза на присутствие некоторых одиозных личностей в составе нового украинского правительства, поскольку Вашингтон стремится разместить на Украине свои военные базы для устрашения России и ослабления ее военного потенциала. Совет безопасности ООН за последние две недели собирался шесть раз. Международная дипломатия продолжает искать точки соприкосновения, чтобы не допустить открытого конфликта и снизить градус напряженности. Вот только от Киева в этом вопросе помощи никакой. Арсений Яценюк на заседании в Нью-Йорке, демонстративно перейдя на русский язык, постарался подлить масло в огонь. Мы ищем ответ на вопрос, хотят ли русские войны. Прямо отвечу на прямой вопрос господина Яценюка. Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Более того, и это я хочу подчеркнуть особо, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Почему, наконец, не воспользоваться возможностями, которые открывались соглашением от 21 февраля? Для того, чтобы прекратить противостояние, наладить нормальный политический процесс, сцементировать экономическую и политическую целостность страны. Не потому ли, что к власти рвались силы, стремившиеся не к демократии, а к диктатуре, когда угрозам и насилию подвергаются все инакомыслящие, включая депутатов Рады? Похожими вопросами все чаще стали задаваться и в Западной Европе. Новое правительство на Украине, состоящее из правых и мэл фашистов, будет угнетать украинский народ, так как его еще не притесняли за всю его историю. И ЕС слепо поддерживал такое правительство? Да, совершенно безответственно. Северная Америка хочет отодвинуть границы НАТО прямо под дверь России, что недопустимо, безответственно и чистой воды провокация. Президент Аллант ничего не знает и не понимает. У партии «Свобода» тесные связи с национал-демократической партией Германии и другими нацистскими партиями в Европе. Лидер «Свободы» Олег Тегнебок недвусмысленно это подтвердил, заявив, я цитирую, «берите оружие, сражайтесь с русскими свиньями, с немцами, с жидовскими свиньями. Уже сейчас на евреев и левых ведется охота, и вы молчите? И с этими людьми из «Свободы» мы еще разговариваем? Удивительно, что Европейский Союз поддержал события, в результате которых законно избранное правительство Украины было свергнуто, что не могло не вызвать негативной реакции России. Я сам политик, но эта самоубийственная логика мне непонятна. И на фоне таких настроений, переживающие непростые финансовые времена Европы, собирается выделить Украине ни много ни мало 11 миллиардов евро. Решение на неделе утверждено Европарламентом. Когда на протяжении последних месяцев мы просили деньги для сирийских беженцев и на другие срочные дела, нам всегда говорили, денег нет. Сейчас же они появились. Наблюдатели считают, что причина такой неожиданной щедрости, как ни парадоксально, в жадности. Президент Обама полностью контролируется финансистами с Уолл-стрита, а также крупным европейским капиталом, в частности английским. Банковские системы Западной Европы и США безнадежно разорены. Им нужны новые объекты для разграбления. И если вы прочитаете условия договора, которые Евросоюз подсовывал Украине, и которые Янукович отказался подписывать, то увидите, что этот документ открыл бы Западу двери для разграбления Украины. Но куда более важная цель – доступ к благосостоянию Евразии. И если для этого потребуется пойти на открытый конфликт, люди, контролирующие президента Обаму, не остановятся. Им нужно поддерживать мыльный пузырь западного финансового мира. И Обама идет у них на поводу. Это не отвечает интересам США, но так надо Уолл-стриту и Лондону. И 21 марта эта дверь для разграбления Украины может приоткрыться. Арсений Яценюк заявил, что в этот день политическая часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом будет подписана. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Первый канал.